приветствую всех кто заглянул на мой канал сегодня мы готовим самое простое блюдо самое самое но с другой стороны мы редко это готовим это чечевица будем делать чечевичные котлетки мы чечевицу употребляем очень часто но в виде супа я добавляю в разные супы я даже овощной суп варю и кидаю туда горсть чечевицы а вот котлетки я за всю жизнь наверное ну раз 5 6 наверное сделала вот и здесь в анапе полгода живя она была у меня куплена вот открыт открыт этот пакет я оттуда по корсточке брала и вот остатки здесь 450 грамм это уже размочена я просто размочила в воде эту чечевицу не варила ничего просто постояла на несколько некоторое время часа два наверное в воде и достаточно она мягкая я лук и морковь немножко протушу на сковородке потом смешаю с чечевицей и блендером размельчу добавлю все специи соль перец и можно или в духовку на или на сковороде кто как хочет я наверно в духовку чтобы не было никакого запаха и стоять не хочу над плитой затолкну в духовку где-то на полчаса наверно до зарумянивания и будет прекрасный нам обед или гарнир к чему-нибудь мы просто едим салатом салаты эти котлетки вкусно тушим и крупно порезов лук и морковь я добавил растительное масло кто совсем уж пастится можно это на водичке просто притушить до полу готовности потом это мы все будем блендером вместе с чечевицей перемешивать туда же добавим мы любимые специи я везде добавляю черный перец паприку аджику сухую и естественно соль вот это добавим и наши котлетки чечевичные вот у нас готова смесь которую нужно блендером сделать чечевица лук с морковью и специи соль все сейчас мы вот таким блендером погружным сделаем общую массу для котлет так готова у нас смесь для котлеток вот такая у меня жидковато получилось но ничего все равно это получится потому что бобовые они все равно имеют свою какую-то вязкость клейкость или как будем делать не как котлетки а как типа оладьев что ли формируем как будто бы котлетка даже можно вот так ложкой кто сомневается что не получится можете добавить яйцо можете добавить цельнозерновую муку и все у вас получится я не сомневаюсь у меня эти получится как видите я делаю на бумагу от этой бумаги отстает все без проблем эта бумага с добавлением силикона силиконизированная на духовка у меня греется на 200 градусов пропекаться не буду золотистой курочки ну 20 25 30 посмотрим не знаю как скажу сколько они у меня пропекались так у меня еще осталась партия так что второй раз на второй противень сделаю то есть все ставим духовку на запекание вот посмотрите какие красивые у нас котлетки получились симпатяги вторую партию поставила на второй противень сейчас мы проверим котлетки сухарики и такие тверденькие так что не переживайте что они у вас развалятся расплывутся и на сковороде кто жарит их очень даже легко жарить легко и свободно сейчас мы проведем дегустацию вкусноты вот такая у нас вкуснота и красота получилась так посчитали мы естественно чечевица значит 100 граммах получится 220 килокалорий и три с половиной хим три с половиной хим калорийно чечевица у нас углеводистая будем мы ее есть эти котлетки даже вернее с овощами со свежими овощами вот сто шестнадцать грамм вот три штуки сто шестнадцать грамм от за один раз можно съесть на 100 грамм 220 килокалорий значит здесь будет от 250 килокалорий три с половиной там четыре хи ну четыре-то хи нет три с половиной так и будет но я вкус вкус этот знаю конечно кто не знает вот такое чудо не даже хорошо хорошо зажарила сухарики получились ребята это очень даже может быть на перекус даже не на основное блюдо а просто знаете как печенье гороховое вот как-то сильно горохом то не пахнет вроде да он же все равно бобовое но у чечевица все равно другой вкус ну какой-то ближе к луку репчатому что ли вкусно вкусно пробуйте вкусно там очень вкусно со сметанкой можно с овощами можно со свежими с тушенными овощами можно я говорю просто даже с кофем или просто с чаем очень вкусно кому понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте заходить на мой второй канал где вы узнаете про нашу жизнь с мужем о наших планах о наших интересных поездках как мы добрались до дома с анапы какие что будем делать в дальнейшем о чем мечтаем что мы придумали обязательно заходите здесь на этом канале уже будет одна кулинария и рукоделие все переношу все 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 переношу остальное на второй канал еще раз спасибо что вы меня смотрели слушали подписывайтесь кто не подписался впервые зашел на колокольчик нажимайте и до новых встреч всем пока пока и